МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Невероятно! Как один вид автомобильного соревнования, объединяет, казалось бы, не имеющие ничего общего соревнования на квадроциклах, мотоциклах, стандартных внедорожниках и целый класс газонокосилок, сноповязалок и другой невероятной техники, название которой прототипы. Если все это вы увидели в одном конкретном месте, значит, пролетел очередной год. И мы вновь в Санкт-Петербурге, у стен Исаакиевского собора, на старте очередного, 11-го по счету, трофи-рейда «Ладога». Ура! Ура! Для одних оффроуд это приключение и хороший активный отдых в кругу друзей. Для других – спорт. Для механиков – бессонные ночи. «Ладога» объединяет все и вся. Это чуть более 200 экипажей из 16 стран ближнего и дальнего зарубежья. Почти 120 техничек и все те же 1200 километров вокруг Ладожского озера. Солнце, лето, мошки, грязи, воды, камни и всякие там горки – традиционный джеперский наборчик. Хотя нет, грязи и воды в некоторых местах по независимым от организаторов причинам было намного меньше, о чем говорит, к примеру, брод на старте первого спецучастка в группе ТР-3 и «Прото». Сухая ладога. Болото с устрашающим многие годы названием «Неодолимое», в котором в 2003 году после первого спецучастка осталось ночевать 26 экипажей, теперь не вызывает среди участников ни страха, ни трепета. Во-первых, технический прогресс не стоит на месте. Во-вторых, растет мастерство. А к тому же те, кто ездит на Ладогу постоянно, изучили на «Неодолимом» каждую почку и ямочку. Помнится, два года назад литовцы потеряли на этом месте более двух часов. Сначала выбрали не ту траекторию, а потом разбортировали колесо. Зато в этом году пролетели со свистом, автофокус на камере работал медленнее. Впрочем, как и контрольный пункт. Но это хоть объяснимо. «Дело в том, что кто-то или некто, предлагаю все списать на дачников, охотников и гоблинов, просто взял да и срезал прибор электронной отметки. Вещь в хозяйстве абсолютно бесполезная и лежала вроде неплохо. А ведь нет!» Сам Юрий Овчинников раздавал автографы всем, кто сюда добирался. «Вот она, минута славы!» Зафиксировать время прибытия, оговорить с добрым словом, пообщаться со случайными прохожими, но при этом следить в оба. «Вот здесь контрольная точка. На той стороне болота вторая контрольная точка. И коридор рассчитывается от прямой линии. Вот, кстати, здесь хорошо видно гадь. Так вот тот экипаж, который вот там на горизонте, он явно нарушает 50-метровый коридор. Сейчас расстояние от оси коридора, ну, под 100 метров, пожалуй, метров 80, гарантированно. Так что он попадет под раздачу». Группа АТВ, пожалуй, самая проблемная группа. В том смысле, что придумывать для них труднопроходимую трассу с каждым годом становится все сложнее и сложнее. Они едут почти везде и достаточно быстро. «В прошлом году ехали это 5 часов, а в этом году за 2». Но приятно другое. Количество участников в этой зачетной группе растет из года в год. Причем их ряды иногда пополняются за счет тех, кто с больших колес пересел на маленькие. «И снится нам не рог от космогрома, не это летит...» «Ну что сказать, этап хороший, общинникову спасибо. У нас есть одна проблема, а нам нет сзади». «Этой медленной проблемой», в кавычках, конечно, оказался дебютант Ладоги Георгий Семененко. «Директор Кермского завода, кстати, между прочим». Впечатлений масса, но с непривычки тяжело. Конечно, «Квадрик» не трактор кировец. Да, Ладога ежегодно собирает большое количество дебютантов. Причем не только из России. Поверьте ушам своим. Украинский экипаж Сергей Остапенко и хлопчик из Ливана Рафик Эль Халаби. Приехали из Киева на УАЗике своим ходом, без технички и машин сопровождения. Первая Ладога, первый спецучасток, первое болото и первые неудачи. Первый испытательный. Ну, я вам скажу, в Арктике легче, как будто. Это мое впечатление, конечно. Вот, фотограф Ласточкин. Непонятно, то ли на жизнь жалуется, то ли подбадривает. Но, как говорится, доброе слово и джиперу приятно. «Я горю к победе!» Специально для наших друзей, солнечной Украины, которые, кстати, были отмечены организаторами путевкой на следующую Ладогу, передаем хорошую песню. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...